Я Фронзов Михаил Сергеевич, учусь на первом курсе экономического факультета и я волонтёр на избирательном участке. Меня зовут Укарчук Анастасия, я являюсь студенткой первого курса экономического факультета и также я являюсь волонтёром на избирательном участке. Мне хотелось внести какой-то свой вклад в такое знаменательное событие, помимо непосредственного голосования, и захотелось быть полезной для своей страны. Хочу помогать людям, мне это нравится. Помогать другим бескорыстно – это и есть волонтёрство. В нашей стране таких людей всё больше. Антонина – волонтёр. В этом доме бывает больше 10 лет. Анатолий – инвалид второй группы. Живёт с мамой. Сегодня Антонина принесла им продукты. Я разводила хозяйство кроликов, и вот с данной семьёй мы так познакомились. Они мне помогали советами всем. Я увидела, что семья как бы малоимущая, им тяжело. Им нужна помощь. Прийти делом, помочь советам, принести даже какие-то продукты, лекарства. У нас пошёл ковид, и я аж сама начала за них переживать, чтобы не выходили лишний раз, чтобы не заболели. И вот так вот получается потихоньку-потихоньку я вошла в систему, как бы сказать, волонтёров. Благодаря Тоне госадминистрация нам помогла с постановкой котла, батареи, всё, трубы, то есть газ в доме. Я помогаю, и не единичным людям есть. И мои дети тоже смотрю, потихоньку помогают, где-то участвуют. Они всегда на связи, кто на велике, кто на машине, всегда едут на помощь. А это Людмила Михайловна. Её кошка Соня недавно приболела. К ветеринару ехать далеко, а у хозяйки проблемы со зрением. Укол любимицы сделать не может, помог волонтёр. Я не могу её бросить никак. Для Евгения Чураева это не первый четвероногий пациент. Он медбрат и уже 5 лет волонтёр. Немножко какая-то нестандартная форма помощи. Как вы к этим ситуациям относитесь? Абсолютно нормально. Всякое бывает в нашем мире. Пускай они будут всегда. Волонтёры? Да, всегда. Нам без них плохо. У вас школьники, детки? Одна школьница и два садовских. И вот новорождённая 4 декабря развивается. Ну вот смотрите, у нас как раз для... Прям-прям подходите. Я полагаю, что это всё вам сейчас будет нужно. Да? Ну, желательно бы. Нежелательно? Вы выбирайте, пожалуйста, и прям берите. Если у нас ещё немножко есть... У нас тоже проводилась акция, остались концтовары. Акция столичного молодёжного центра. Одежда, обувь, тетрадки, ручки, карандаши для многодетных и малоимущих семей. Всё бесплатно. Приносят это наши граждане, тем, кому не всё равно, кто хочет поделиться своим. У нас был мужчина, который прямо с Днестровска в две ходки привёз на машине новые вещи. Мы не только у нас в Приднестровье. Я считаю, что вообще во всём мире гораздо больше хороших людей. Просто мы почему-то склонны зацикливаться на чём-то нехорошем. А на самом деле их много, и я в своей работе на протяжении уже долгих лет, и я могу это наблюдать и сказать совершенно точно. Огромное спасибо, и самое главное, чтобы они продолжали в том же духе, творили добро для людей, которые могут в какую-то сложную ситуацию попасть. Было такое, что у меня от старшего стына остались вещи, они были как бы в хорошем состоянии. Я наткнулась на объявление женщины, что ей необходима помощь. Ей нужны были вещи для ребёнка, в садик, по дому ходить. Я ей предложила помощь, она взяла. В общем, добро вернулось? Да, все 100%. Сейчас в нашей стране сотни волонтёров. Многие стали помогать, когда пришла пандемия. В Приднестровье добровольцев поддерживают. По инициативе президента Вадима Красносельского в помощь волонтёрам создали координационный совет. Волонтёрство – исключительно добровольная процедура. Что самое главное для человека, на мой взгляд, не издевенца, а того человека, который считает себя частью собственного и готов прийти на помощь либо гражданам, либо государству при решении тех или иных проблем. Самое главное – чувствовать свою значимость и необходимость. Значимость и необходимость. То есть фактически вот здесь доминанта какая? Здесь должна исходить инициатива от государства. То есть государство должно обратиться за помощью либо граждане, либо кто ещё, либо другой, неважно, за помощью. А, естественно, волонтёры, они должны определиться, надо это или не надо. Буквально на днях нам выдали удостоверение добровольца для того, чтобы было больше информации, для того, чтобы все волонтёры Приднестровья были скоординированы на тех или иных мероприятиях. Вот у нас есть наименование мероприятия, выполнение функций, количество часов. То есть каждый теперь герой, да, участник, он может обратиться в Министерство просвещения, принести определённые документы и получить доброе удостоверение волонтёра. Я считаю, что каждый, кто помогает в этот день, является некой шестерёнкой в большом механизме. И, может быть, вклад каждого не особо велик, но если все вложатся, получится один большой вклад в благое общее дело. И мне просто хочется быть полезной. На выборах президента тоже помогали волонтёры. Говорят, участвовать в жизни людей из страны – это зов сердца и души. И каждый способен его услышать и помочь другим.